А вскоре безмолвная и зловещая черная галера Вошла в гавань мимо базальтового бельца и высокого маяка И спуская невероятный смрад Который южный ветер тут же донес до города В таверках на берегу пронесся ропот И вскоре появились смуглые большеродные купцы в горбатых тюрбанах Которые отправились искать ювелиров Картер внимательно их рассмотрел И чем больше он их разглядывал, тем меньше они ему нравились Потом он увидел, как они привели тучных чернокожих мужчин из парга И те поднимались по сходне на диковинную галеру Недовольно бурча и потея И подумал, в каком уголке земли, если на земле Этим несчастным работникам суждено трудиться А в третий вечер Один из зловещих купцов, мерзко ухмыляясь Заговорил с Картером и намекнул Что слыхал в городских тавернах разговоры о его поисках Он, похоже, знал нечто тайное Что нельзя было произнести во всеузлышанье И, хотя его голос был невыносимо отвратительным Картер решил, что многоопытностью этого путешественника стоит воспользоваться Посему он пригласил его к себе в уединенную комнату наверху И, дабы развязать совеседнику язык, достал последний бурдюк с лунным вином Зугов Диковинный купец много пил, но напиток не возымел на него никакого действия И тогда он вытащил необычную бутыль со своим вином И Картер, приглядевшись, увидел, что та бутыль представляет собой полный рубин Причудливо изукрашенный замысловато-узорчатой гравировкой Купец предложил хозяину свое вино И, хотя Картер выпил лишь маленький гладочек Он тотчас и почувствовал головокружение Вокруг него все поплыло И он очутился посреди самых настоящих животных А улыбка на лице его гостя становилась все шире и шире и шире И последнее, что увидел Картер перед тем, как провалиться во тьму Было смуклое злобное лицо, искаженное приступом сатанинского хохота И еще нечто совершенно неописуемое Под одной из двух передних вкладок тюрбана Которая в порыве этого эпилептического веселья вдруг испустилась В следующее мгновение Картер пришел в себя Он учуял чудовищный смрад И увидел, что лежит под навесом на борту корабля А вдали, за бортом, с невероятной бустротой Проносятся чудесные берега Южного моря Он не был прикован цепями Но три смыглористых купца стояли поотдаль И сардонически ухмылялись И от самого вида высоких складок на их тюрбанах Картер ощутил почти такой же приступ тошноты Какой вызывало у него жуткое зловоние Поднимавшееся из зловещего трюма Он видел, как мимо проносятся величественные земли и города О которых его земной приятель сновидец, хранитель маяка В древнем кингспорте Частенько рассуждал в стародавние дни И узнал храмы Зата Обиталище позабытых снов И шпили бесславного фолариона Демонического города тысячи чудес Где правит призрачный Идоллафи И кладбищенские сады Зуры Края недостижимых наслаждений И труглавых хрустальный мыс Чепики, встречаясь, образуют высокую арку Сторожащий вход в гавань Сона-Нил Благословенной и фантастической страны Мимо всех этих чудесных мест Угрюма летел зловонный корабль Подгоняемый могучими ударами весел Которые сжимали руки неслимых грибцов в трюме Еще не отгорел день, как Картер увидел Что грибцы направили Горелого Прямо на базальтовые колонны запада За которыми, как гласит простонародная молва Лежит чудесная катурия И, как известно мудрым сновидцам Находятся врата чудовищного водопада Откуда океаны земного мира Низвергаются в бездну И сквозь пустые пространства Устремляются к иным мирам и иным звездам Кошмарным безднам вне пределов Нашего порядочного космоса Туда, где в хаосе потопот И трубные глазы И адский танец иных богов Вместе с их духом и посланником Нерал Таркепом Жадно жует султан демонов Азатот Безглазый, безглазый, мрачный и безумный Безглазый, безумный и безумный